И снова добрый день. В прямом эфире Вести Ульяновск, в студии Ксения Грищенко. И смотрите в этом выпуске. Поддержат обманутых дольщиков на уровне областного закона. Застройщикам планируют компенсировать затраты на ввод проблемных жилых объектов. Куда ползет индекс промышленного производства и почему положительная динамика в регионе сохраняется? Эту тему Сергей Морозов обсудил с первым зампредом Комитета Госдумы РФ. Победы в разных соревнованиях. О том, как ульяновские гимнастки показывают класс в любых регионах страны, расскажет наш корреспондент и сами девушки. Застройщикам компенсируют затраты на долгострои. Региональные власти предлагают субсидиями поддержать строительные компании, которые ведут в эксплуатацию проблемные жилые объекты. Такой проект закона вынесли сегодня на рассмотрение в областном парламенте. Для поддержки дольщиков планируют потратить сэкономленные в бюджете средства, а это 23 миллиона рублей. Проект закона предусматривает выделение субсидий тем застройщикам, которые возьмутся достраивать проблемные дома. То есть дом должен быть достроен за счет средств застройщика, а затем ему эти затраты будут компенсированы в виде субсидий от Ульяновской области. Это не стопроцентные деньги, которые предусмотрены для достройки объекта. Это только часть. Она будет представлена где-то по проекту в виде не более 10% от стоимости достройки. В реестре проблемных сейчас находятся три недостроенных жилых дома. Для них уже определили новые подрядные организации. Если региональный парламент одобрит внесенный закон, то эти строительные компании смогут компенсировать часть своих затрат за счет региональной казны. Регион готовится к активному развитию альтернативной энергетики. Глава области сегодня работает в Москве, где выступает с докладом на втором международном инвестиционном форуме «Ветроэнергетика-2019». Здесь же состоится встреча Сергея Морозова с Василием Третьяковым, генеральным директором университета 2035. Запланировано подписание соглашения о сотрудничестве в сфере образования и технологического предпринимательства. Завершится плотный рабочий график губернатора в инновационном центре Сколково встречи с заместителем министра просвещения Российской Федерации Мариной Раковой. Стороны обсудят перспективы развития Ульяновского детского технопарка «Кванториум» и реализацию проекта IT-куб на территории области. По итогам 2018 года индекс промышленного производства в Ульяновской области составил примерно 102%. Об этом говорили накануне на заседании регионального совета по промышленной политике. Показатель чуть ниже среднероссийского, однако положительная динамика сохраняется уже пять лет. В 2017-м индекс промышленного производства в регионе составил 107%, что значительно выше среднероссийских данных. А создание особых экономических зон и открытие новых производств позволяет говорить о положительных тенденциях в промышленном секторе Ульяновской области. Мы достаточно стремительно развиваемся, прежде всего за счет роста собственного экономического и налогового потенциала, прежде всего за счет привлечения не снижающихся объем инвестиций и прежде всего за счет открытия новых технологических производств. И эти приоритеты неизменны на протяжении 14 лет. Мы видим, что увеличили объемы производства предприятий оборонно-промышленного комплекса. Мы видим, что несмотря на снижение объемов аэрокомпозита и авиационного завода, тем не менее, контрактация очень хорошая. И я надеюсь, что тот дефицит, который есть по полимерным материалам, и с которым связывают возможные сложности с изготовлением черного крыла для Иркута, приведет не к проблемам, а наоборот к новым возможностям на территории. В качестве положительных аспектов называют и получение средств из федерального бюджета для поддержки средних и малых предприятий, которым можно отнести ряд новых производств области. Также на заседании объявили от подписания соглашения по подготовке высококвалифицированных специалистов между нашим регионом, Ульяновским госуниверситетом, агентством технического развития и Всероссийской ассоциацией технет. Как мы работаем, например, уже не один год с Ульяновским автомобильным заводом, то мы, конечно, будем и продолжать работать, и в том числе привносить в процесс обучения Ульяновского университета эти компетенции. И мы наметили уже с руководством университета некоторые первые шаги. То же самое с агентством технологического развития. Вместе мы, объединив усилия, мы можем помогать предприятиям Ульяновской области решать актуальные задачи. Как было отмечено, первые итоги действия этого соглашения будут заметны, в ближайшие пару лет, когда молодые специалисты начнут работать на предприятиях. Прокуратура Ульяновской области занялась крышами. На кровлях жилых домов скопилось снег и наледь, которые угрожают жизни и здоровью граждан. Наша съемочная группа побывала на улице Ватутина, 36, в Ульяновске, где также встретилась с сотрудниками прокуратуры. Мало кто знает, но есть такая наука – глицеология. Она занимается изучением природных льдов любого происхождения, в том числе и сосулек. И улица Ватутина в северной части Ульяновска вполне может претендовать на звание центра глицеологии. Местные жители рискуют столкнуться с массивными ледяными наростами буквально на выходе из подъезда. И такое столкновение могло произойти буквально несколько дней назад. Скопившиеся на козырьке над входной дверью снег и лед стали непосильной ношей для прогнившей от времени конструкции. И она рухнула. Спустя мгновение после того, как из дома вышла Валентина Алексеевна. Нам страшно выходить из дома. Мы выходим, шагаем и оглядываемся. Раз и выбегаем. Да, никого не ахнуло на нас. А ведь снег может упасть. Но никому дело до нас нету. Никому. И такая же картина по периметру всего дома. В другом месте свисающий с крыши снежный язык и вовсе норовит залезть в квартиру к пенсионерке прямо через окно. За всю зиму крышу не чистил никто. Управляющая компания банкрот. Через неделю ее лицензия перестанет действовать. Но пока она в антирейтинге администрации. За субботу-воскресенье было проверено более 200 многоквартирных домов. По результатам мониторинга нарушения выявлены по 101 многоквартирному дому. По итогам чего составлены соответствующие акты. И направлены в департамент жилищной политики для принятия соответствующих мер. Основные замечания это по управляющим компаниям ГУК Ленинского района и ГУК Заволжского района. Но банкротство управляющей компанией не повод подвергать жизни и здоровье граждан опасности, считают прокуроры. Направлена информация к главе города Панчину Сергею Сергеевичу, прокурору района, с требованием о принятии незамедлительных мер к устранению выявленных нарушений закона силами муниципальных унитарных предприятий. Также в прокуратуре развеяли опасения жителей ветхих домов. Без управляющей компании они не останутся. Но вопрос нужно будет поднимать им самим на собрании жильцов. Ну а пока стражи порядка в синих мундирах продолжают по всей области следить за тем, как управляющие организации справляются со своими обязательствами. Ведь похожая картина во всех муниципалитетах. Например, в городе атомщиков прокуроры также постоянно выезжают специальные рейды по проблемным адресам. Со специалистами на системной основе еженедельно сотрудники прокуратуры города Димитровграда выезжают на адреса, проверяют состояние непосредственно содержания кровель многоквартирных домов, преддомовых территорий. Затем контролирующие органы готовят материалы по итогам проверки. Управляющая компания получает представление. Неисполнение чревато административной ответственностью и падением в рейтинге. По всем вопросам, связанным с этой проблемой, жители Ульяновска могут обратиться в контакт-центр при главе города по телефону 737-911. Антон Никитин, Сергей Свешников, Вести, Ульяновск. Снова призовое место. На национальном чемпионате Абилимпикс в Москве студентка Ульяновского фармацевтического колледжа заняла третье место. Олеся Доржу имела нарушение слуха, приехала в Ульяновск из далекой республики Тывы получать профессию лабораторный техник. Дальний путь и разлука на время учебы с маленьким сыном была оправдана необходимостью получения медицинской профессии. Вдвойне отрадно, что Олесе удалось завоевать призовое место на национальном чемпионате Абилимпикс в компетенции «Медицинский и лабораторный анализ». У нее самые аккуратные тетради. Когда она выполняет задания, то это не только все правильно, но это необыкновенно красиво. Ну, конечно, мы ей гордимся. Мы очень рады, что она заняла третье место. В 2017 году я тоже участвовала в конкурсе Абилимпикс. В Москве заняла второе место. Олеся тоже столкнулась с трудностями. И ко мне всегда приходила. Я ей помогала, объясняла, на что нужно обращать внимание, какие сложные, чтобы их преодолеть. По словам самой Олеси, во время конкурсных этапов важно было суметь настроиться психологически, справиться с эмоциями и показать все свои знания и умения. Студентка уверена, что профессиональный конкурс для людей с инвалидностью содействует их трудоустройству и социальной адаптации в обществе. Мои планы на будущее – закончить колледж хорошо и получить диплом, и работать по специальному профессию, и воспитывать свою семью. Дома маленький сын на родине, ходит в садик, ждет меня, когда я получу диплом, и вместе будем все время рядом. Слабослышащих студентов по направлению «Лабораторная диагностика» Ульяновский фармколледж готовит с 1985 года. Ежегодно набор включает 6-12 человек. В конкурсе «Обилимпикс» учебное заведение представляет наш регион второй год и уже готовят следующего кандидата. Ульяновские гимнастки, воспитанницы детской, юношеской спортивной школы номер 6 не устают радовать своих тренеров. Год для них начался сразу с нескольких значимых побед на соревнованиях разного уровня. Сразу от трех из них следующий материал. В середине февраля в столице республики Мариэл, Ежкороле, проходили 17-е по счету соревнования памяти олимпийской чемпионки Зинаиды Дружининой. Там воспитанница спортшколы номер 6 Оля Борисова выступала по программе кандидатов в мастера спорта и, несмотря на высокую конкуренцию, вернулась домой с наградой высшей пробы. Выиграть было довольно-таки сложно, потому что конкуренция была сложная, но я старалась и выложилась по максимуму. Нужно просто успокоиться и выполнить все, что ты умеешь. Ведь на тренировках ты все делаешь, как и на соревнованиях. Старание и труд, говорят, все при труд. Способная девочка, старательная. Занимаемся каждый день, кроме воскресенья, по 4-5 часов. Ну а сейчас она готовится к первенству ПФО. Победа на нем откроет дорогу уже на первенство России. До этого на окружном чемпионате в Пензе уже отличилась другая воспитанница Дюсэше номер 6 Ульяна Кузнецова. И уже 4 марта ее ждет чемпионат России. Готовлюсь я сейчас также. Подготовка идет полным ходом. К неделю у меня тоже также по 6 тренировок. Учу также новые элементы, стараюсь без травм. Другая серьезная победа у Юлии Свистуновой. 22 и 23 февраля в Москве проходило открытое первенство спортивной школы Олимпийского резерва ЦСКА по спортивной гимнастике. Конкуренцию ей составили более опытные спортсменки из 13 регионов. В том числе Московской и Ленинградской областей. Но несмотря на это в вольных упражнениях ей равных не было. Свою победу она объясняет просто. Я пыталась не волноваться и делать все, что умею. Но как объяснил нам тренер юной чемпионки Дарья Бесольцева. Шесть раз в неделю Юля оттачивает свое мастерство на занятиях по акробатике и хореографии. И конечно учит новые элементы. Антон Никитин, Алексей Прохоров. Вести. Ульяновск. Новое социально-политическое ток-шоу на телеканале «Россия». Владимир Соловьев и Сергей Михеев в прямом эфире ведут дискуссию с гостями в студии. Зрители благодаря интерактиву становятся полноценными участниками процесса. Кто против, смотрите через минуту. И на этом эфир программы «Вести» Ульяновск подошел к концу. Далее информация о погоде. Дорогая мамочка, хочу поздравить от всей души мою маму. Код города 8422. Чтоб ты всегда оставалась такой же красивой и моей любимой. Сейчас в Ульяновске 4 градуса мороза. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 82%. Ветер неустойчивый 1 метр в секунду. Продолжение следует... Продолжение следует...